Субтитры создавал DimaTorzok Дети, страдающие избыточным весом. Теперь частое явление в наше время. Насколько это опасно для малышей? Потом возьмут да похудеют. Крупное исследование университета Южной Калифорнии, включающее полмиллиона человек, смотрит с опаской на детей, в особенности на девочек, кто страдает от избыточного веса или ожирения. Дело все в риске желчекаменной болезни, которая увеличивается в 4 раза, если ребенок имеет избыточный вес или ожирение. Если же с возрастом с женщинами еще принимаются оральные контрацептивы, то риск еще и удваивается. Поразительно, что на представленных графиках данного исследования ясно показывается – выше вес – выше риск. И еще выше вес – еще выше риск. Это связано с перенасыщением желчного пузыря холестерином, который и ответственен за формирование камней в желчном пузыре. Также детское ожирение является прекраснейшей почвой для развития различных сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Исследователи из университета Миннесоты изучили физиологические изменения у детей с резко выраженным ожирением. Их сравнивали с детьми, которые имели нормальный вес. Оказалось, что дети с избыточным весом и ожирением имели более высокие уровни окисленного плохого холестерина, так называемого липопротеина низкой плотности, и маркеров воспаления, которые помогают предсказать раннее появление сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Наиболее важным результатом данного исследования являлось то, что показатели ранней стадии развития болезни неуклонно растут с увеличением веса у детей. Сделайте все со своей стороны. Чтобы ваши дети не страдали от избыточного веса, избегайте калорийных бомб на вашей кухне. Торты, шоколад, жареные пирожки, буквально все они пропитаны маслом и полны калорий. Они ответственны за увеличение веса у детей. Например, если детям в норме нужно в день 1200 калорий, то с двумя кусками пирога или торта ребенок уже достигает этой нормы. Наставь юношу. При начале пути его он не уклонится от него, когда и состарится. Это прописанная Соломоном истина. Будет работать на будущее здоровье вашего ребенка. Закладывайте с раннего детства правильные вкусовые предпочтения у своих детей. Я люблю яблоки. Мама научила. Редактор субтитров А.Семкин